Здравствуйте, вы смотрите СтопФейкНьюс, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами в студии Марго Гонтар. Российские СМИ все не прекращают распространять истории о якобы очередных притязаниях соседних стран на украинские территории. В этот раз это не просто одна страна, а сразу три – Польша, Венгрия и Румыния. Сайт Украина.ру сообщает, что Украина ожидает осложнения обстановки на острове Змеиной в связи с притязаниями Румынии. В новости говорится о прошедших на острове Змеиной мучениях, проведенных пограничниками вместе с ВМС Украины. Сам заголовок новости является манипуляцией, ведь в оригинале ни о каких осложнениях речи не идет. Также в новости российского сайта отсутствуют доказательства или сведения того, что Киев опасается территориальных претензий Бухареста. Далее в тексте говорится о том, что Польша, Венгрия и Румыния предъявили территориальные претензии Украине в соответствии с правовыми основами для проведения реституции, которая создает соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Однако договор об ассоциации, как и общее законодательство ЕС, не регулирует вопрос реституции, а фейки, связанные с вопросом реституции к Украине и ее соседями, неоднократно нами рассматривались. Точно так же заявление у сайта Украина.ру о том, что три страны предъявили территориальные претензии, является ложью, ведь официально никто их не выдвигал, а наоборот заявляли об их отсутствии. На прошлой неделе распространяли очередные новости о том, что украинцы якобы причастны к ИГИЛ. В этот раз это делали итальянские СМИ. Так итальянская журналистка Лючия Гарачи в своем сюжете из сирийского города Алеппо показала граффити на кириллице, утверждая, что его нанесли украинцы, из чего якобы следует, что на стороне ИГИЛ воюют украинцы. В выпуске новостей, показанном на итальянском канале ТИДЖИ1, 14 февраля этого года, Гарачи указывает надпись на разрушенной стене и говорит, «Эта надпись сделана русским алфавитом, название города Львов. Возможно, что те, кто его сделали, пришли из Украины принимать участие в джихаде». Однако эти предположения Гарачи не подтверждены доказательствами в сюжете. Кроме того, судя по всему, журналистка не знакома с кириллицей, потому что если бы она была с ней знакома, она бы знала, что город, о котором она говорит, пишется совсем по-другому. На украинском город пишется Львив, по-русски Львов, в то время как на стене в действительности написано «Алёв». Обвинения украинцев в принадлежности к ИГИЛ на основании пяти букв, похожих на кирилличные, это напоминает больше не журналистику, а скорее подтверждение повторения кремлевской риторики на итальянских госканалах. А уж если гадать на надписях на стенах, то со своей стороны отметим, что обычно гугл-поиск выдает несколько примеров личности с именем «Алёв». Так что можем в свою очередь предположить, что это мог написать свое имя кто-то из российских солдат, ведь российские войска присутствуют на территории Сирии. Также нужно подчеркнуть, что Люция Гарачи провела несколько месяцев на востоке Украины, снимая сюжеты о вторжении российских войск на Донбассе для итальянского РАИ. Ее сюжеты всегда велись со стороны сепаратистов из оккупированных территорий. Гарачи никогда не делала репортажей с территорий подконтрольных Украине. На прошлой неделе Киберберкут, который регулярно публикует якобы секретные документы, часто оказывающиеся фейками, опубликовал очередную свою находку. Копии документа, утверждающего, что служба внешней разведки Украины готовится сорвать консультационный референдум по соглашению между Украиной и ЕС, который должен пройти 6 апреля этого года. Автором докладной к президенту Украины указан глава разведки Виталий Гвоздь. Последний в документе якобы перечисляет предложение по поводу реализации мер с целью срыва референдума. Документ имеет гриф «совершенно секретно». Однако в тексте документа допущен ряд грубых ошибок, который указывает на его поддельность. Мы укажем на несколько из них. Подпись главы разведки Виктора Гвоздя в документе отличается от его подписи на официальном заявлении конца 2014 года. В тексте документа встречаются выражения, не характерные для делового стиля украинского языка. Это может указывать на то, что документ писался не носителем языка, а переводился с русского на украинский с помощью автоматического переводчика. К примеру, Так же в названии «Европейский союз» оба слова должны писаться с большой буквы, а в обращении в Альмашановный Патре Алексеевичу не должно быть запятой. В социальных сетях распространяется фотография, на которой якобы изображено празднование Дня города Львова со свастикой. На переднем плане показана девочка, над которой размещен баннер с надписью на немецком «Да здравствует немецкая армия», а после этого на украинском «Да здравствует свободная Украина». А также портрет Удольфа Гитлера с гербами Третьего рейха. На заднем плане возле флага Украины прикреплен флаг нацистской Германии. Также в твиттере это флота опубликовал немецкий депутат фракции левых Диттердем, однако позже удалил пост. Но мы все еще можем его увидеть в кэше. Это изображение, дискредитирующее город Западной Украины, встречалось еще полтора года назад. Однако на самом деле фотография не имеет отношения ко Львову. Она со съемок фильма «Матч» российского кинорежиссера Андрея Малюкова. Картина снималась в 2011 году в Харькове и под Киевом. В фильме рассказывается история о футбольном матче между советскими и немецкими футболистами в 1942 году в Киеве. Вот, к примеру, фотография со съемок фильма с другого ракурса. В прошлую субботу, 20 февраля, в Украине отмечали День памяти героев Небесной сотни. В честь тех, кто отдал свои жизни во время революции достоинства. Это ноябрь 2013 по февраль 2014 года. Защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы европейской будущей Украины. И как это часто бывает со значимыми событиями в Украине, не обошлось без фейков от российских СМИ. Так, РИА Новости сообщила о столкновениях между Носгвардией и радикалами и проиллюстрировала новость эффектным фото с дымом и пожарами. Однако, на самом деле, фотографии уже почти два года. Она была опубликована еще в августе 2014 года на сайте Лента.ру. Стоит отметить, что фотографию в самой новости на сайте РИА Новости заменили, а вот в Твиттере она до сих пор есть. Также мы рады сообщить, что у нас запустилась нидерландская версия сайта и страничка на Фейсбуке. Это уже восьмая языковая версия. Напоминаем, что у нас, кроме русской и английской версии, доступен также сайт на итальянском, румынском, болгарском, испанском и французском языках. Это был выпуск СтопФейкНьюз. Комментируйте и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Присылайте нам на почту или через форумы сообщить о фейке, информацию, которую стоит, на мой взгляд, проверить. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами.